Силуэт двухбашенной береговой артиллерийской батареи номер 30, расположенной в Любимовке, хорошо знаком многим любителям истории. Севастопольцы знают, какую роль батарея сыграла во времена Великой Отечественной войны. Но два года назад вокруг батареи появились землемеры. Появились столбики и колючая проволока. Дачники начали распределять участки. Многие земельные участки оказались в черте защитной зоны батареи. Застройщики дважды перебивали питающий электрокабель и коммуникации батареи, тем самым снижая ее боеспособность. Попытки командования части урегулировать спорные вопросы успеха не имели. К делу пришлось подключаться депутатам законодательного собрания и рабочей группе при правительстве. Во время нахождения здесь Украины территория, собственно, российской воинской части, она обозначалась как арендованная, была съежена в несколько раз. И, в общем-то, ограничилась вот этим забором. Хотя, согласно всех правил, в том числе и безопасности, должна быть так называемая милитаризованная зонная безопасность, которая позволяет этому объекту функционировать и быть безопасным для окружающих. Депутат законодательного собрания Михаил Чалый показал журналистам документы, связанные с землеотводами по домостроению. Он заверил, решать вопросы методом национализации депутаты не собираются. Вот сегодня мы проводим это совещание с тем, чтобы определить, выявить на месте вот этих работ законность в каком-то смысле проведения этих работ, ну и определить возможный риск для того, возможный риск их продолжения. По словам членов рабочей группы, документов, которые имеются в их распоряжении, явно не хватает для принятия взвешенного решения. По мнению Григория Донца, командующему Черноморским флотом, следует обратиться к губернатору города с соответствующим ходатайством. Профильные службы дадут заключение о законности землеотводов, а также о вариантах решения возникших вопросов. Основная задача рабочей группы – определиться с объемом работы и материалом, который необходимо исследовать для того, чтобы установить. Земли, которые сейчас находятся в частном пользовании, были выданы в соответствии с действующим законодательством Украины на тот момент, с нарушением или без. Проблема землеотводов в охранной зоне береговой батареи будет изучена. Каким образом решится вопрос, покажет время. Мы будем следить за ситуацией. Владимир Иларионов, Максим Трофимов, информационный канал Севастополя.